Доброго вечера! Как бы уже действительно вечер на дворе. В Японии темнеет очень рано. То есть практически часов 6 здесь уже темно. Ну, сказывается, что рядом море, океан. Естественно, на материке темнеет позже намного. После всех этих перелетов, кучи пересадок, я практически не ел два дня. Вот здесь посоветовали вот это место. Сейчас я вам его покажу. Очень хорошая рамяная. Вот я сейчас заказал себе рамен и гиоза. Вот, как же, взяли много пива. Вот такая приятная небольшая атмосфера. Сейчас я вам покажу немножко. Вот. То есть тут также клиенты. Вот это сотрудники. Вот. То есть здесь кипит работа. То есть готовят нам вкусную еду. Вот. Мы сидим, давимся с длиннями. Вот. И ждем. Приятное место. То есть какие-то подписи. Выглядит интересно очень. То есть, возможно, оставили какие-то знаменитости. Спасибо. 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 Вот. Сейчас тебе взял пиво. Саппаро. Классик. Как бы очень наслышан об этом пиве. Вот. Вот сейчас буду вживую пробовать. ладно сейчас маленько подожду и может быть что-нибудь еще интересного расскажу хорошо находится недалеко от гостиницы вот тут идти буквально и одну минуту вот в общем ладно всем пока еще что-нибудь сейчас ну собственно это опять я вот очень неплохо поужинал было действительно очень вкусно все-таки есть специфика своя в японской льге вот хотя в принципе знаете сегодня сам парадошки причем такой немаленький я бы сказал вот но сейчас думаю маленько погулять там здесь вот просто побродить по улицам в общем когда сидел у жену вот зашли ребята молодые один из них неплохо говорил по-английски как бы у меня японский тоже не совсем страдает поэтому мы неплохо пообщались у них на некоторые наши русские так сказать замашки даже не замашки а просто то как мы живем в россии вообще то есть ну как обычно стереотипы и прочее то есть когда они слышат действительно какую-то информацию да вот а то есть вот сидели с открытыми ртами вот потом уже после того как я выходил из романной вот там стояла группа уже не молодых людей то есть где-то грубо говоря лет сорок пять вот я вышел с очень странными такими возгласами женщина стояла прям возле входа ждала своей очереди потому что заведение пользуется очень хорошим спросом вот поэтому народу там постоянно много и очереди вот ну в общем хочу меня а то есть когда я вышел она так странно вскрикнула а оказала на меня и начала спрашивать откуда я слышу что я из россии вот ну сами понимаете какой эффект наступает многим любви когда они слышат что я из россии то есть ой 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 такие возгласы критик вот смешно на это конечно смотреть и слушать я в принципе ничего такого я как бы ну русский я ну и что поделать вот то есть с ними немножко тоже пообщался вот а не давай все скобом трубить трубить мои мышцы ужас в роте ну что в общем я это бегом отвязался и убежал отсюда вот а сейчас просто как бы гуляю по городу вот саппора это саппора все таки это не токио вот жизнь здесь все таки не такой муравейник как в том же токио вот сейчас я просто брожу гуляя туда-сюда как вы видите народу ну дождик идет да народу немного изредка туда-сюда маячит машины ну не такое плотное движение в принципе насколько я знаю в Японии вообще сильно плотных движений редко когда бывает вот вот так сейчас наверное я думаю надо возвращаться домой уже вот сейчас дождемся зеленый цвет ну извиняюсь тут женщина стоит а я снимаю всех подряд вот в общем увидимся наверное уже завтра скорее всего вот потому что ну устал я два дня считаю что перелетов вот и только уже эти два дня я первый раз поел сейчас нормально вот поэтому буду возвращаться домой в отель вот ладно всем пока слева ну собственно как бы я добрался домой более нормально потому что там ливанул такой ливень что просто знаете как в той песне у гены с чебурашкой а вода по асфальту рекой вот там действительно вот все таки так же как и везде то есть разница погоды между севером и центральной части допустим Япония очень различается потому что сегодня я вылетал прилетал вернее в Токио и вылетал сюда в Саппор там стояло плюс 35 жары страшная духота просто на небе практически не облачко было вот здесь как бы уже пасмурная погода была облачность накрабывал дождь ну сейчас как бы вот ливанул по полной программе погулять у меня нормально не получилось начнем наверстывать все с завтрашнего дня вот а сейчас как бы я вернулся назад свой номер отеля да то есть в принципе могу показать что я заказал за относительно небольшие деньги вот то есть я здесь с 22 по 27 то есть грубо говоря 5 ночей нахожусь вот ну и в принципе вот вы можете посмотреть на данную комнату то есть начнем как обычно с прихожей то есть заходим как положено у японцев развиваемся в коридорчике вот тут даже надпись есть такая что дескать будьте добры разуйтесь перед тем как идти вовнутрь вот ну в принципе я думаю вы все знаете что у них такие как бы вот моральные устои в принципе что действительно да и у нас в принципе тоже то есть перед тем как зайти квартиру мы развиваемся так тут как бы два стула стол внутри книжечки какие-то лежат салфетки пепельница но мы не курим в принципе поэтому нам как-то на эту пепельницу по боку вот что интересно когда я заказывал номер то есть заказал вот двухместный двухспальный вот но он побошелся мне по цене как односпального вот на одно место ну тем не менее тут могут двое нормально разместиться то есть комната не маленькая то есть все стандартно кондиционер окно выходящие куда-то во двор вот телевизор там DVD проигрыватель в общем всякая мелочь телефон карточки какие-то пульты ну это сами понимаете то есть от телевизора световое освещение кстати управляется вот кондиционер куча розеток с собой тоже переходников обязательно если поедете не забудьте я уже говорил об этом вот потому что здесь совсем другой стандарт 110 вольт напряжение и иногда бывает герцовка напряжение тоже разное то есть у нас если стоит 50-60 то есть все допустимое то это нормально то есть она запустится практически везде вот смотрите опять же на своей технике обязательно чтобы было чтобы было от 100 вольт то есть я вам в принципе могу показать вот допустим на телефоне вот сейчас мы посмотрим наверно наверно не так верх ногами вот надо вот и все равно ничего не видно в общем блок питания на нем написано что от 100 вольт вот то есть в таких сетях они тоже будет нормально без проблем работать просто нужен переходник и 50-60 герц с потому что даже в японии частота напряжение тоже отличается в разных регионах вот значит что дальше здесь сами видите такой кухонный уголок как бы получается то есть можно само готовить есть все практически рисоварка для подогрева воды вот что это такое я не знаю по-моему освежитель воздуха что ли или этот увлажнитель воздуха возможно вот не вдавался попробовать в подробности ну соответственно посуда микроволновка вот там печка комфорка раковина набор стандартной посуды вот там внутри большая поварюшка нож то есть моющие средства если что-то мыть придется а действительно придется если будете готовить вот ну и в принципе санузел ну санузел для таких отелей наверное стандартный вот собственно как вы можете видеть унитаз с кнопочками очень удобная хорошая штука думаю наверное домой себе такой купить вот вот наборы как бы шампуни все это естественно присутствует все вплоть до одноразовых бритв еще так там внизу все лежит вместе с феном там внизу посередке как раз вот наборочки но как бы я использую свою привык поэтому вот ванна как вы можете видеть небольшая но глубокая то есть туда если сядешь нальешь полный будет по шею как раз примерно то есть в принципе нормально сойдет вот дальше значит что да и все как бы здесь кругом вентиляция нормально сделано то есть прохладно в комнате не жарко включаешь кондиционер так вообще здорово вот значит что дальше отдал я за это все за пять ночей что-то меньше девяти тысяч у меня получилось то есть сами можете разделить и получить грубо говоря стоимость одной ночи то есть как понимаете недорого в принципе ну как бы Сапора не Токио но тем не менее в Токио тоже можно найти подходящее жилье и достаточно недорогое вот а так в принципе здесь все есть даже будильник как вы можете видеть записные книжки и прочее вот ну примерно где-то так время сейчас у нас ага время уже почти без десяти девять доходит то есть у меня дома грубо говоря без десяти десять надо бы родителям позвонить сказать что говорится все нормально пообщаться хоть немножко вот ну собственно все на сегодня все вот а завтра что будет это будет завтра вот всем привет и пока